МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Куда пойти учиться и какую профессию выбрать? С этими вопросами сталкивается каждый выпускник. Определиться с будущим поможет наша передача. Здравствуйте! В эфире программа «Один день с профессионалом». И сегодня мы познакомимся с Канажским транспортно-энергетическим техникумом. Быть представителем рабочей профессии сегодня значит быть в тренде. Сварщики, машинисты, электромонтеры, слесари очень востребованы на рынке труда. Успешная карьера ждет тех, кто является профессионалом своего дела. В Канажском транспортно-энергетическом техникуме готовят специалистов для отрасли трубопроводного транспорта. Социальный партнер техникума – компания «Транснефть». Монополист на рынке транспортировки нефти. Сотрудничество длится уже более 10 лет. Это финансовая поддержка как на реализацию программ среднего профессионального образования, так и на реализацию программ повышения квалификации действующего персонала компании «Транснефть». Естественно, имея финансовую поддержку, мы можем обеспечивать самый высокий уровень материально-технического оснащения, соответствующий требованиям производства. Студенты Контета – постоянные участники конкурсов профессионального мастерства. На базе техникума проводятся олимпиады и конкурсы. Один из них – лучший по профессии. В этом году он проходит в десятый раз. Восемь направлений, несколько конкурсных заданий и всего один соревновательный день. За победу в конкурсе «Лучший по профессии» борются более 60 студентов техникума. Я готовился к специалисту проповедчику линейной. Готовился тщательно, литературу изучал специальную и на практике все руками делал. Вчера ездили на экскурсию, подкрепили свои знания, много всяких документов прочитали. В общем, готовы. Задания не боюсь, ну, задания все знаем. Готовились долго и усердно. Надеюсь, конечно, на первое место, как все, наверное, здесь. Профессия электроматера очень хорошая. Востребованная. Подготовка была, схему собирали. Сегодня на что рассчитываешь? Лучшим стать в своей профессии? Не знаю. В этом зале собрались лучшие из лучших. Те, кто прошел первый этап конкурса. Теоретический. Студенты решали тесты из 100 вопросов, связанных с профессией. Доказывать свое мастерство ребята будут не на словах, а на деле. И это непросто. В каждой профессии есть свои тонкости и нюансы. Например, сварщик должен уметь вести правильно сварочный шов. Электромонтер умеет читать схемы электрических устройств. Как студенты контента справляются с испытаниями? Давайте выясним. Подготовить оборудование, надеть сварочные краги и маску. До старта конкурса среди сварщиков остаются считанные минуты. Участники должны за 45 минут выполнить сборку, сварку пластин в горизонтальном положении. В идеале все должно выглядеть вот так. Шов ровный, заполненный, его корень полностью проваренный. За работой студентов внимательно следит профессиональное жюри. Айрат Шарипов работает электрогазосварщиком в компании «Транснефть». У него самый высокий разряд – шестой. Ребята готовысь положительно. Я бы не сказал, что плохо. По первому впечатлению, что есть преподаватель хороший, хорошо обучает. Надеюсь, здесь получится хорошие специалисты. В дальнейшем у нас с Акат Рассивки работает. В современном мире без сварки ничего не получается. Любая работа, везде надо сварка, везде нужны хорошие специалисты, позиционные. Ситуация на конкурсной площадке накаляется с каждой минутой. Температура электрической сварочной дуги доходит до 6000 градусов. Юра Данилов учится на третьем курсе. Мечтает стать настоящим профессионалом и получить самый высокий разряд. Это не первый его конкурс. На прошедшем чемпионате рабочих профессий юноша стал третьим. Сложность сварки идет в том, что мы должны наплавить валики на верхний и на нижний. С учетом того, что мы варим горизонт в положении, весь металл стекает вниз. Поэтому нам надо наплавить на обе кромки. Выполнили где-то сейчас на процентов 20-25, поскольку заделал полностью весь корень. И сейчас осталось заполнение и облицовка. На конкурс я пошел добровольно, сам решил, что хочу участвовать. По соседству соревнуются монтеры по защите подземных трубопроводов от коррозии. Их задача – следить за состоянием труб, находить и устранять повреждения. Для защиты используют электрический ток. Конкурсное задание – монтаж дренажного кабеля термической сваркой. Участники выполняют его по очереди. Сейчас жюри оценивает работу Арсена Джамалова. Качество приварки на отлично. Сделано на отлично. То есть качественно и согласно руководящим документам. Ну все, молодец. Следующий этап – определить дефекты изоляции с кровым дефектоскопом. Готовились практически ежедневно. Мы здесь в мастерских непосредственно с оборудованием работали. Ну, работа интересная. Так, ну, как вот, физически нетрудная работа, насколько я знаю. За состоянием трубопроводов следят и слесари по ремонту технологических установок. Профессия – одна из востребованных. Эти специалисты отвечают за подземные агрегаты, насосы, системы охлаждения и вентиляции. Они устраняют все неисправности, а для этого нужно хорошо разбираться в устройстве оборудования. Раскладываем, получается, шесть проволок. Ложим две на вал и с каждой стороны по две проволоки заложим на подшипник. После этого прижимаем крышкой подшипника. Магистральный насос «НМ» – именно такой тип используется в транспортировании нефти. Задача студентов – разобрать и правильно собрать агрегат. При этом нужно выявить дефекты. От этого зависит, как в целом будет работать система оборудования. В сборке насоса, как и в любом другой машине, так скажем, есть свои нюансы, тонкости. Если неправильно будет собран насос, последствия могут быть очень серьезные. Это может быть и поломка оборудования, крайне это может быть и пожар, взрыв. Это могут пострадать люди. На этих конкурсах собираются ребята. Кто-то делится опытом между собой, ребята, кто-то что-то уже умеет, кому-то что-то подсказывает, рассказывает. В этой профессии за звание лучшего борются четыре студента. А вот здесь соревнуются будущие линейные трубопроводчики. Они лечат трубы, находят дефекты и оперативно их устраняют. Это работа для настоящих мужчин, которые не боятся трудностей. Трассы нефтепроводов проходят через тайгу, болото, овраги. Ремонтировать оборудование нужно в дождь и в снег, в холод и в жару. Так, мы установили герметизатор в полость трубы для приварки катушки, то есть для замены дефектной части трубопровода. Конкурсное задание максимально приближено к реальным условиям. Чтобы заменить поврежденный участок нефтепровода, его нужно правильно загерметизировать. У нас эти работы проводят очень часто, согласно плановым остановкам нефтепровода. Проводится ремонт. И при каждом ремонте нефтепровода проводится данная операция. Это стандартная ситуация, это то, что именно трубопроводчик линейный должен знать, как своих пять пальцев. Сейчас свои знания доказывает последняя команда участников. Среди них Семен Пряткин. Приехал учиться в Канаш из города Тайшет Иркутской области. Он работал мастером газодымозащитной службы в пожарной охране. Но решил попробовать себя в другой области. Профессия одна из самых важных, то есть Транснефти. То есть обеспечиваем бесперебойную подачу в нефти. То есть у нас на станции ВСТОЛ-1, то есть одна из самых важнейших станций, то есть Транснефт-Восток. Хотелось попробовать себя прежде всего, как оно почувствовать, посоревноваться с другими командами, с другими ребятами. Команда у меня из трех человек состояла. То есть люди с разных мест, то есть из Бребиджана, из Тюмени. То есть ребята молодцы, в команде работалось легко. Больше внимания обращал на общий уровень знаний рабочих и на практические навыки. В целом народ выступил неплохо, показали себя достойно, действовали согласно требованиям нормативных документов. Качество нефти, ее сохранность и транспортировка. Товарный оператор контролирует все, что происходит с нефтепродуктами в стенах нефтеперерабатывающего предприятия. Профессия ответственная, малейшая ошибка приведет к большим проблемам. Именно поэтому в контенте будущих специалистов обучают в условиях максимально приближенным к реальным. На территории техникума есть свой собственный нефтепровод с резервуаром. Сейчас участники измеряют уровень нефти. Заземляем рулетку, устанавливаем ее на направляющую планку и начинаем проводить замеры. Следующий этап конкурса проходит в лаборатории. Здесь ребята определяют плотность нефти. Этот показатель один из важнейших. Его необходимо знать, чтобы высчитать массу полезного ископаемого и в дальнейшем вести правильный учет. 878. Согласна. Записывайте. Добыча нефти и ее переработка – одна из ключевых отраслей российской экономики. Так что профессия товарного оператора на рынке труда была и будет очень востребована. Собираю кнопку управления запуском и остановкой электродвигателя. Чертеж, провода, выключатели, плоскогубцы. С помощью всего этого Степан Попович собирает схему реверсивного пуска электродвигателя. Учиться в Канаш он приехал из Тамбовской области. Сюда его направила компания «Транснефть». После обучения Степан будет работать на предприятии. А участие в таком конкурсе помогает повысить профессиональные навыки. В принципе, не сложное, но из-за чуть-чуть неудобства это очень занимает много времени. Почему решил, не знаю, захотелось проверить себя, как я смогу сделать. Быстро, не быстро. Правильно, либо неправильно. Справиться с заданием необходимо за полтора часа. Такая схема применяется при работе задвижек на трубопроводах. Они нужны для того, чтобы оперативно перекрыть поврежденный участок и не допустить утечки нефти. За звание лучшего в этой профессии борются 9 человек. Их работу оценивают профессионалы высокого класса. Члены жюри – электромонтеры, которые работают на участках. Схема работает верно. Ошибка была выявлена участником. Довольно хорошо справился с заданием. Включить приборы, проверить систему. За рулем стального богатыря Дмитрий Герасимов чувствует себя уверенно. Он будущий мастер дорожных и строительных машин. На этом полигоне студенты тренируются несколько раз в неделю. Учатся управлять тракторами, бульдозерами и экскаваторами. Погрузка снега в машину – одно из конкурсных заданий. В уборке, конечно, тоже есть свои сложности. Нужно соблюдать технику безопасности первым делом. Потому что на пути могут встречаться преграды в виде колодцев и тому подобное. Очень надо быть внимательным. Я уже получаю третье образование. И есть уже опыт, грубо говоря, производства, работы на производстве. И там подружился с техникой. Очень хотелось себя в этом направлении дальше видеть. Как и в любой профессии, здесь есть тоже свои тонкости. Кто из участников и лучше в них разбирается, решает экспертная комиссия. Так в основном все показатели были в норме. Все действия они производили правильно. В принципе, все нормально было. Нам нужны сейчас такие специалисты. Но не то, что такие, а именно молодежь, которая должна или есть желание работать на технике. И трактористы нам вообще нужны, потому что их очень мало. Если техника выйдет из строя, то проблемы устраняют они. Слесари по ремонту автомобилей. С каждым годом профессия становится все востребованием. Количество транспорта растет. И вместе с этим потребность в профессиональной диагностике и ремонте. Группа участников конкурса по этой профессии одна из самых больших. Своё мастерство демонстрируют 10 студентов. Александр Капитонов разбирать и собирать автомобили мечтал с детства. Поэтому сложностей при выборе профессии у юноши не возникло. Сейчас Саше предстоит разобраться, что не так в ВАЗовской семерке. Для этого он проводит диагностику автомобиля. Задания были нелёгкие, но было интересно. Были выявлены неисправности, неправильная работа цилиндра и отключён датчик массового расхода воздуха ДМРВ. Решил принять участие в конкурсе, чтобы проверить свои силы, знания по своей профессии. Работа на восьми конкурсных площадках длилась почти 4 часа. Наконец наступила самая волнительная часть – подведение итогов конкурса профмастерства. Лучшим сварщиком стал студент третьего курса Михаил Козлов. Я готовился много, было много практики. Много приходил сюда, много варил. Конечно, мастер помогал мне, что подсказывал, как там, что делать нужно. Я вообще не ожидал, что буду первое место. Ну как, варил, как умею, старался очень. Вот результат первого места. Является стимулом для меня, как бы, это учиться дальше, ещё больше побед получать. А среди слесарей по ремонту технологических установок не было равных Андрею Байготу. Ну, оказывается, что-то знаю. Приятно очень. А вообще ждал, что победишь? Ну, сомнения были. Как бы, не стопроцентно. Ну, были сомнения, что все-таки соперничество хорошее было. Мне по душе вот так вот, с такими железками возиться там. Нравится что-то там разбирать. Ну, мне нравится. Система среднего профессионального образования перестраивается. Сейчас учат специалистов, ориентированных прежде всего на производство. Они должны соответствовать определённым критериям работодателей. Качество подготовки – задача номер один. Конкурс является как раз одним из инструментов оценки качества выпускников. Ну, соответственно, оценки качества не только подготовки студентов, но и преподавания предметов. Оценка работы наших педагогов. Для студентов есть определённые материальные стимулы. Мы им выплачиваем по итогам конкурса повышенную корпоративную стипендию. Также у них, естественно, при трудоустройстве будут определённые преимущества. Хотите стать профессионалом своего дела и быть уверенным в своём будущем? Тогда добро пожаловать в Канадский транспортно-энергетический техникум. Это была передача «Один день с профессионалом». До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!